всем привет ребята дамы и господа тоже что вы там говорили что я не готовлю а что я делаю я ем в основном овощи мне готовить нечего вот я наготовила заправку каши просто я кашу ем очень редко мало ем кашу я ее не могу так есть вот у меня рыбка жареная рыбка жареная я кушала уже не хочу сейчас эти котлеты я делаю редко котлеты потому что жарить их надо я не любитель я в основном отвариваю кусочек мяса отварное кушаю я не кушаю и вот сделала кашу это первый раз я не знаю за сколько за год рисовая каша и с вот этой же заправкой ну ела я вон я сколько съела видите кусочек утром и в обед делал сейчас не хочу супы борщи я не варю суп редко варю в основном я бульон вот мясо отварила и бульон попила и все и мясо только отварное потому что я так не могу жареная котлеты не будет плохо вы думаете как я языком телепую такая я и боевая нет у меня очень серьезные болячки так что я не могу себя так вести в основном я ем овощи я их тушу тушу или кабачок вот я делаю салат с него как сказать маринованный или какой он соль сахар и лимонная кислота я уксус не ложу мне очень нравится я его так кушаю а если на сковородке то просто припассировала и все и сразу кушаю так что я таких не делаю суп я тоже что картошка и бросаю кусочки кабачка все вот это мой суп лук картошка вода или это их салаты вот опять я крашу салатик буду кушать буду кушать а чё я включилась а услышала я такую новость уже первый звоночек вы представляете вот вечером даже включилась все равно свет вы говорите поставь в другую сторону в другую сторону вы ничего не увидите я же поставлю не будет видно ни стола ни печки ничего может когда-то я сделаю перестановку и все-таки разбогатею как-то я здесь все аккуратно если будет у нас все хорошо короче на сайте запорожья уже написали что горячая вода возобновлена не будет вот вам первый звоночек так что ничего хорошего вот так хорошо что я эти бутылки не выбрасываю не дай бог у так воды не будет и что делать в общем этот самый вот такое я услыхала и плюс еще сегодня по нашему суспильному радио вот этот марафон по моему интер говорил что уже был опрос людей люди настоящие возраст от совершеннолетия и до 50 до 60 они сказали в общем полностью средний возраст уже говорят что уже нам нужен мир можно типа и уступить что-то вот так видите люди пострадали а я говорила что разрушение к хорошему не приведет тем более мы производственники работали на всю страну и у нас нет таких денег понимаете мы же работали на родину на страну вот уже по радио по суспильному радио говорили что такой опрос был и люди уже хотят просто мира уже ничего не хотят вот так видите сегодня аж услышала вот из-за этого я и включила что этот вот такое дело потом смешно я слышала девочка делала контент обезьяну дразнила где-то были они там на этом на отдыхе она вцепилась ей волосы я все кушаю кастрюлю макарон кастрюлю каши я не навариваю чтобы она мне стояла в холодильнике зачем она мне надо холодная не если надо я сто грамм сварю и скушаю а так нет так мне не надо чтобы я вот это варила и оно стояло потом как его греть у меня не микроволновки она не вкусно они такое мне не надо жарить я его не буду у меня всегда овощи овощи салат я всегда от час лучок маслечком полью и покушаю без хлеба хлеба у меня нету я его не покупаю булочка была я съела теперь надо передохнуть потому что я не могу так каши я тоже не могу каждый день есть это так что все я готовлю просто я вам не вкусно я не показываю вам показываю вкусно но я вам скажу что мясо тоже надоедает у меня есть там кусочек мяса грамм 300 не хочу мясо вот лучше салата я съем вот так так что вот эти все как похудения я вам говорю что не верьте ни в какие похудения то что я кушаю от этого не поправишься это не работает внутри обмен веществ это связано с болезнями кто сильно худой и и кто сильно толстый это не просто так а кто нормальный то у него значит все в порядке другие может какие-то заболевания ну в общем я включилась по вот этому поводу поняли что горячей воды не будет это говорит о том что газа йог у нас конечно колонка но 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 вот такие-то дела хорошего мало потом смотрю что это возни про петровска вот этот шо артист суббит на этом на мастер-шефе он у него такие рассуждения у него тоже такие какие-то замашки тю-тю теперь он плачет же ой а вдруг а вдруг из днепропетровска это захватят все же пропадут деньги квартиры пропадут все пропадет что делать что делать коты что делать помогать людям и помогать друг другу вот что делать а не бегать и охать ахать друг другу надо помогать вот такое дело услыхала я такие такие как сказать новости хорошие и нехорошие вот тебе по суспильному радио это я не придумала это по радио сказали так что вот такое дело ну шо буду кушать я салатик буду кушать что мне еще там пишут за шоколады в белоруссии привет привет белоруссия этот самый пишут за шоколады добыли у нас ваши шоколады вкус у них другой но я вам скажу той шоколадки которая была шоколадка ее нет нет я конечно еще не сладкоежка я сладкого не люблю поэтому я не знаю можете ко мне не прислушиваться но у меня вкус как для дегустатора есть я очень чувствую вот эти все масла не настоящая но то запах дает какой-то то еще вот эти шоколады белые они интересные сами по себе которая с орешками она до более такая элитно и более эластична но все равно у них уже вкус не шоколада конфеты и какая-то как сыпучка при присутствует как будто этот ну вот мне напоминает она как-то щербет я никогда не уважала он очень сладкий не потому что там он плохой он очень сладкий я его не любила вот эти рахах лукумы я такое не ем зефиры сейчас зефир кстати не такой стал он стал с кислинкой и какой-то более такой резиновый раньше был может лучше но он сладкая этот самый сейчас продукция вся испортилась вот говорили статистику я тоже и читала и слушала была научная передача еще по телевизору показывали вот это мега канал что очень сложно такому возрасту как я 50 переделаться эти люди будут и страдать и болеть и все они видели натуральное они видели какой-то этап жизни поэтапный вот ничего хорошего как сказать такой большой стабильности что ты развился и продвигаешься такого нет как-то вот мы работали в детстве я помню что еды я не могла купить у меня не было знакомых чтобы купить хорошей еды я ела то что лежала на полках одежды тоже у меня знакомых не было магазинах ну платье я могла себе позволить а уже пальто с воротником я не могла позволить там какие-то курточки это все было по блату блата у меня не было мы ходили то что мама в пионере купит в том я и ходила но я помню свободу выбора понимаете я могла поехать везде бесплатно я объездила путешествие все бесплатно так как ходила во много кружков и мы общались с людьми мы практически выросли мы же на границе здесь с русскими поэтому мы все время были в центре внимания мы ездили на этого днх у нас понимаете и как-то вот сколько об этом общении хочется чего-то нового постоянно было новое было интересно вот кстати говорила федерация тоже по радио это не я придумал по радио федерации спорта они тоже сказали что нет конкуренции без русских вот не интересно сейчас они все бегают прыгают я смотрела 10 человек все темнокожие одна там только не 2 было такие это белая украина еще кто-то там что не интересно нет конкуренции понимаете это это вражда она к хорошему не приведет у всех какие-то дальние 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 родственники пишут мне там родственники у вас есть какие у меня родственники нет я коренная украинка обычная коренная украинка ну просто как-то я смотрела вперед в будущее я понимаю что там история да вот это национальный костюм это но я не готова сейчас ходить в национальном костюме зачем это мне нужно я просто это должна знать ну ходить в этом костюме нет потом вот все разрисовывать в цвет желтый и синий я считаю это тоже неправильно оно должно быть уместно я на работе работала мы празднику готовились вывешивали флаг это было торжественно я должна была извините не проспать в ночь повесить его в пять утра не в шесть чтобы никто не видел когда я повешу чтобы первый кто пришел увидел флаг у меня это было торжественно понимаете а сейчас взяли перепоганили детский городок нарисовали все одного цвета дитё не поймет если вы хотели сделать этот какой как что-то национально не повесили сверху этого домика флаг понимаете это было бы совсем по-другому пришел бы ребенок да там посмотрел окошко двери такого цвета ой какой там какая крыша какой дымарь и тут тебе флаг на крыше понимаете это ж как-то цепочка это развитие а шо они все перемазали вот этими цветами заходишь не поймешь как будто городров лежит я вообще-то бы куда площадка делась городров намазанная а также колесо колесо что же состоит из запчастей колесо внутри вот эта фигня в колесе какая-то как оно там называется куда одевается само колесо как ребенок же учился это же все поэтапно карусель была цветком были разные лепестки были цифры взяли все перемазали это тупеть можно это ж к тупенью идет давайте назад наденем этот смешка рубашку ну и все по намазу мне я за то чтобы было все таки какое-то процветание и к чему-то лучшему и этот самый вперед шли не назад а вперед а шо ж мы назад все вот еще не хватало в домах топить топить углем вот это будет класс в общем вот такое я услышал поэтому включусь я вечером думаю показывать будет хорошо да нефига все равно просто с этой стороны видно ж тарелки мои видно мои печки а с той стороны не видно ширина маленькая ширина метр с чем-то метр с чем-то и я же подхожу до стола стол 60 сантиметров подоконник 20 вот получается полметра у нас разница с вами что я сильно сунуться не могу в общем вот такое дело я вам рассказала все что слышала сегодня по радио вот сказали именно час назад восемь часов вот это новости были 8 и всем по радио я вот это все услышала вам сказал так что давайте пока пока быть добру в том что как я Продолжение следует...